Приветствую вас, и вы знаете, по описанию вашему, мне представляется так, что у вас депрессивное состояние, насчет депрессии говорить не буду, потому что не врач, вот, но по ощущениям, потому что вы написали, есть чувство, что у вас депрессивное состояние, вот, которое, судя по всему, длится уже довольно давно, довольно долго, вот, и вы, что вот, достаточно печально, да, это то, что вы с этим, по факту, значит, ничего не делаете, ну, то есть вы достаточно много рационализируете, вы достаточно много говорите, ну и что, вот, я по краю, вот, и, типа, что тут, что здесь, собственно, такого, да, 50-50 человек, хотя вы не можете, в общем, не знать, что, не могли не знать, не чувствовать, что вам это вредит, что вам это только лишь, значит, как бы вред, вот, и, тем не менее, вы все равно игнорировали, игнорировали вы свои чувства, игнорировали вы свои желания, игнорировали вы, видимо, свои потребности, вот, в том числе, и вот, собственно, это к чему привело, то есть депрессивное состояние по своей сути, это состояние подавление своих хочу, то есть очень давно вы живете не как хотите, да, вот, а как, ну, как, например, надо, или как должно быть, вот, как правило, и игнорируете свои чувства, вот. Поэтому, для начала я рекомендую вам, значит, подслеживать свои переживания, подслеживать свои эмоции, и посмотреть, что именно, и как вы, значит, себе подавляете, что именно, и как, вы себе, например, не позволяете, что именно, и как, чего именно, и как вы, значит, стыдитесь, вот. Вот, собственно, то, что вы можете сделать, вот, собственно, то, что реально вам сделать в этой ситуации, да, то есть напомнить себе о том, кто вы, какой вы человек, вот, ну и, соответственно, так далее. Вот, значит, дальше, дальше я рекомендовал бы вам, значит, изучить книгу, которая называется «Практикум по гестарт-терапии», вот, «Практикум по гестарт-терапии» Федерика Первого, вот. Я рекомендую вам эту книгу для того, чтобы вы, значит, значит, поисследовали немного свои чувства, чтобы вы посмотрели, что у вас за чувства, вот, чтобы вы посмотрели, какие у вас, опять, чтобы вы научились, чтобы вы научились, значит, чувствовать себя, чтобы вы научились видеть себя, чтобы вы научились вот этой вот истории, вот. Это, по факту, то, что можно вам порекомендовать, вот. Ну, опять же, да, опять же, только, вот, с учетом, значит, вашей истории, истории, вот. В остальном же нужно разбираться более полно, в остальном же нужно разбираться более подробно, вот, и более подробно исследовать, потому что так вот, судя по тому, что вы написали, выводов сделать нельзя. Вот, то есть, если вы, значит, напишете или расскажете, с какого момента у вас это началось, да, вот, то будет гораздо лучше, вот, для вас, безусловно, вот. Я рекомендую вам обратиться вначале к терапевту обычному, в поликлинику, вот, ага, и чтобы он назначил вам обследование медицинское, а там уже дальше будет видно, что с вами, да. То есть, не торопитесь себя записываться, ну, в психически больные, вот, не торопитесь. В целом, нужно изучать вашу историю жизни, провести ее анализ, вот, тогда будет гораздо более понятно, о чем идет речь. То есть, вы можете выбрать себе эксперта на нашем ресурсе, например, вот, и довериться ему и рассказать, что с вами происходит, можно будет из этого сделать выводы и, соответственно, уже после этого будет гораздо больше понимания того, что с вами происходит. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.